Из рук Михаила Катюкова участники чемпионата Абилимпикс получают благодарственные письма и денежные сертификаты. Их можно будет потратить на средства реабилитации или дополнительное образование. Красноярский край на федеральном уровне представляли 32 человека. В общероссийском рейтинге наша команда заняла 4 место. В копилке сборной 20 медалей, одно золото, 11 серебряных и 8 бронзовых. Участники признаются, для них это было серьезное испытание. Чемпионат Абилимпикс проходит в рамках федерального проекта профессионалитет. Конкуренцию нашей команде составили 750 человек из 76 регионов России. Конкурсанты трех возрастных категорий – школьники, студенты и выпускники – показали навыки по 49 направлениям. Виктор Самонов занимается адаптивной физкультурой с людьми с повышенными потребностями. По его словам, подобные мероприятия помогают проявить себя и завести новых друзей. Для того и есть Абилимпикс, чтобы мы могли укрепиться и помочь другим людям. А выйти со своего состояния, со своего убежища наружу и попробовать начать жизнью, насыщенной и полноценной жизнью. После церемонии награждения губернатор Михаил Катюков пообщался с участниками и их наставниками. Он ответил на вопросы людей, которые касались образования и медицинских услуг, и поблагодарил наставников чемпионата. Фраза часто звучит. Ограничения. Нет ограничений. Есть особенности. А задача наша, с учетом этих особенностей, создать такую инфраструктуру, чтобы возможности были поистине безграничны. И это вы своим примером это доказываете. Выступление в этом году было очень успешно. Красноярский край в пятерке лучших регионов страны. Это дорогого стоит. И это вашими усилиями. Спасибо вам большое. После встречи Михаил Катюков осмотрел Центр, опережающий профессиональной подготовки. Это единое окно возможностей для школьников, граждан и работодателей. Центр был открыт 1 сентября по поручению президента в рамках нацпроекта «Образование». Здесь все желающие, вне зависимости от возраста и физических возможностей, могут в сжатые сроки получить профессии и навыки, а работодатели обучить свои кадры необходимым компетенциям. Есть в Центре и все условия. Современные учебные пространства, адаптированные для маломобильных, зал-трансформер, подходящий для проведения лекций, семинаров и просмотра обучающих фильмов.